суток. Сегодня я хочу рассмотреть такую новую NFT игру, но она еще пока не стартанула, но об этом чуть позже. Это Киберсити. А перед началом видеоролика хочу рекомендовать подписаться на мой телеграм-канал. Криптовалюта, NFT, фарминг, стейкинг, новости NFT, многое другое, то есть сейлы. Заходите, подписывайтесь. Ссылочка будет в описании под видео. Итак, Киберсити. Это новая, очень такая довольно-таки интересная NFT игра, которая будет в скором времени. То есть почему именно я обратил на нее внимание, то есть сайт. Очень-очень круто сделан сайт персонажей, то есть все прописано. О чем это может нам говорить? О том, что если это какой-то проходной, это вряд ли какой-то проходной проект, потому что, видимо, вложено довольно-таки немало. Да, то есть очень круто сделано, очень все круто расписано. Ферма, кузница, участвовая, драться. То есть способов зародка довольно-таки много. Это первое. Что еще хотелось бы сказать в пользу того, что довольно, что маловероятно, что это будет какой-то, как бы так сказать, камина. Вот это кланы. То есть здесь это как оформлено кланы, да, то есть это не как мы привыкли, игроки между собой создают. Это кланы, это NFT, то есть маркетплейсы, то есть это NFT-площадки, вот NFT-B, то есть представляете, ну то есть с коллегами площадками, то есть у них есть как бы реклама. Теперь представьте, что каждая из этих площадок здесь пропиарит у себя, то есть игру, ну и я думаю, что очень-очень довольно-таки неплохо хайпанет. Так, давайте перейдем к дорожной карте. И что хотелось бы сказать, то есть можно покупать ящики вот с октября 2021, открытие ящиков в ноябре 2021. То есть, соответственно, к чему я? В данный момент вы можете уже купить ящики, открыть их, то есть вам выпадут ваши герои, земли, да, допустим, вот, но вы не можете пока ничего сделать. В январе 2022 начнутся уже, то есть запуск подпольных гонок, и полный-полный запуск проекта прогнозируется на апрель 2022. Ну, что сказать, немного долговато, но в целом, в принципе, проект очень интересный. Вот, что хотелось бы еще сказать, теперь давайте перейдем, ну так называемому белому листу. Что нам здесь будут говорить, то есть киберсити, но открыты, т-т-т, это мы уже обсуждали, увлекательный процесс, модель устойчивая, экономика, и вот, кстати, об этом фермеристом и сжиганием, это очень хорошо, об этом сейчас я еще поговорю. Вот плюсик, который я хотел бы выделить, однозначно, то есть несколько платформ, смартфоны, планшеты, бразеры, ПК, то есть это очень круто, потому что очень часто встречается, что есть, допустим, можно на ПК, нельзя на этом, можно на Маке, нельзя на Винде и так далее, и так далее, то есть вот это очень круто. Обменим мы активы NFT персонажей, земля и снаряжение, соответственно, можем покупать, можем продавать, это тоже очень круто. Вот они, о чем я говорил, то есть, да, как это здесь расписано, кланы, то есть это партнерское соглашение с детьми проектами, включая, ну вот самые там NFT-B и так далее, то есть, ну это круто. Открытая экономика, клановая система, вот, многочисленные возможности, да, то есть для внутриигровой рекламы, это очень круто, потому что сотрудничают более чем с десятьми, поэтому, ну, это классно, то есть, по сути. Вот, и что здесь первым игровым, который используется, тут ожидается января 2022, то есть января 2022, вы уже сможете зарабатывать свои первые какие-то, наверное, деньги, то есть с этой, вот. Вот, а полный релиз в апреле 2022, вот, так, ну, дорожная карта, давайте перейдем, вот они, открытие ящиков, смогут распаковывать и почить своих персонажей, оружие, товарищи, городские блоки и игровые ресурсы. В январе подпольные гонки, то есть мы уже сможем делать ставки и зарабатывать в подземном цирке товарищей, ну и в апреле уже, то есть полностью. Что еще хотелось бы отметить, касаемо данной NFT проекта, да, то есть здесь команда, вот они, соучредители, то есть, как бы, я не то, что хочу обратить на них внимание, я к тому, что в целом, то есть, как бы, это люди, которые вот они себя показывают, ну, это довольно-таки неплохо, да, то есть в случае чего прям взять и пропасть, скрыться в подполье, ну, мало-мало-мало-мальски. Вот, что касается токеномики, так, давайте поговорим, вот, то есть ООН, это основная валюта, она уже на рынке и кибер, ну, если я правильно читаю, кибер, жетон игрового ресурса, эмиссия по ставкам АЛМ, зарабатывается за внутриигровую активность из-за получения земли, горит при потрачении в игре, вот, это очень хорошо, соответственно, что это значит? Это значит, что, когда мы будем использовать его в игре, эти жетоны будут уходить не разработчикам, а просто сгорается, ну, то есть, это круто, это довольно-таки хорошо. Структура кибер, общий объем получается, ну, это очень много, вот, всего 3,5 миллионов монет, зарабатывается ставка АЛМ, сгорается, когда, ну, об этом мы уже говорили, скидка, ну, это, пэм, 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 вот, и что касается земли, внутриигровые земельные участки, это, я так понимаю, все торгуемые NFT-активы, то есть, земля, это по-любому нужно будет приобретать NFT-актив, владельцы на земле участка дают пассивный доход, это кибер, вот, еще, кстати, да, то есть, если, соответственно, приобретаем NFT-землю, мы получаем пассивный доход уже, вот, и ключевой страгический модель для борьбы за ресурсы, так, здесь я, как бы, уже особо не вижу, можем посмотреть, ну, пока здесь еще не сильно он расписан, геймплей, то есть, дикий мисс между ролевой игрой, стратегией по шаговым боями, вполне очень интересно, контролируете бои на арене, ну, гонки, пары в гонках, то есть, ну, ребята, согласитесь, расписываю здесь, прям, очень все интересно, и то, и то, и то, и то, и то, то есть, ну, довольно-таки круто. Персонажи-спутники, я не буду застрять свое внимание на всех персонажах, потому что, по-моему, их тут около десяти, то есть, а еще, что хотелось бы сказать, все есть персонажи, то есть, я не знаю, у каждого, не у каждого, то есть, есть персонаж, и в дополнение к этому персонажу еще идет какой-то там, допустим, не знаю, собака, дух, скелет, то есть, все это, все это, ну, здесь их довольно-таки много, и вот, кому можно будет интересно, вы можете зайти, то есть вообще ознакомиться, ну, вполне очень интересный проект, очень интересный проект, но, опять же, хочу сказать, сейчас я этому еще скажу, что стоит это, ну, вход в эту игру, ну, довольно-таки немаленький, то есть реально довольно-таки немаленький. Вот, опять же, о чем я говорил, BAC NFT, FIRN координаты, вот, то есть земли, 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 вот, ну и что касаемо входа в игру и какие паки по какой цене мы можем приобретать, то есть Сейчас я вам покажу Вот, то есть Мы можем приобретать Можем войти из трех паков Здесь написано, на это не обращайте внимания То есть самый маленький это 0.9 BNB Средний 2.295 BNB И 3.15 BNB То есть вход довольно-таки не маленький Цена BNB на данный момент По-моему в районе 600 С лишних долларов Соответственно, то есть самый-самый-самый маленький пак Он обойдется нам где-то в районе 600 долларов И как бы, ну вот И с этих паков получается Маленькая коробка, давайте я вам покажу Содержит от того гарантированного персонажа Один городской квартал Соответственно, средний ящик 3 персонажа 3 квартала и коробка 5 персонажей, 5 кварталов Но вход не маленький, допустим Ну для кого как Опять же не забывайте, что это блокчейн Люди, которые входят в проекты блокчейна и NFT Должны понимать Ну, должны рассчитывать и понимать Риски и ответственность Вот, у меня, допустим, на данный момент Нет таких средств Посмотрим в январе Как пойдет игра Как себя покажет Есть вероятность, что цены упадут Могут и подняться То есть Но те, кто может себе позволить Допустим, 0.1 B и B Влететь Опять же, как все расписано Ну да, то, что я показал То есть По-моему, очень неплохо По-моему, очень неплохо Очень интересно То есть Мне кажется Отчитывая, что они Взаимодействуют вот С десятьми Десятьми площадками То есть Это может быть Очень большой пиар Соответственно Ну Кому интересно Пробуйте Вот А на этом у меня все Если было интересно Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И пишите комментарии Подписывайтесь Также на телеграм-канал Ссылочка в описании Всем до свидания Продолжение следует...